Церковь Лекс Пирожата, с вами Старпер и я продолжаю, может быть, заканчиваю проходить третьего Ведьмака, дополнение Кровь и Вино. И сейчас я на распульсе, потому что квеста Долгая Ночь позволяет мне либо пойти по одному пути, либо по второму. Я не знал, что выбрать, потому что я хотел спасти Дедлафа и с Княгиней не хотелось бы отношения портить. Но мне дали хороший совет сохраниться и пройти обе ветки. И, собственно, я уже сохранился и так и буду делать. Ну и начну я отыскать Демиана и спросить у него, где держать Сиану. Но прежде чем начать, я напомню, что ваши комменты, лайки и подписки на канал с колокольчиком очень помогают его развивать. Я респектую каждому, кто сделает что-то из перечисленного. Кроме того, залетайте в мои соцсети, это телега Дискорд и ВКонтакте. Ну и если вам нравится, что я делаю, то вы можете вступить в культы горячих пирожков на Бусти и поддержать меня материально. Все ссылки в закрепленном комментарии под видео. А теперь давайте идем. Да куда вы били ее? Что, что, что вы убили? Что случилось? Не понимаю, почему они... Подожди. Ты решил согреться на меня? Ах ты, скотина. Сюда подошел. Как я умудрился ни разу не попасть по такой туши. Спасибо за мутаген, кстати. Есть мнение, что возможно... Да, нельзя, да? Ну ладно. Возможно, возможно. Стоило бы... Против вампиров смазаться, да? Ну есть такое мнение, что возможно это мне поможет как-то по... Ой, заколочная дверь. Охереть. Поможет мне более эффективно расправляться с врагами. Даже не знаю, что это будет. Там брукса? Точно. Они такие одинаковые, в обратиле внимание. Ну, брукс, это ваш. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Почему? Блин, я не могу ее добить красиво. Ну, вот демидж... Нет, не наношу я демиджей таким образом. О-о-о, убил, да? Убил. Очень странный какой-то бой с бруксом каждый раз. Как-то... Такое ощущение, что глючит бой. Не знаю, как объяснить. Почему? Одного, я здесь не убьюсь же. Не любишь серебро, да? Вот бы сейчас и ваншотнуть, блядь, было бы здорово. Да. Умирай. Так, убить вампира. Да, рассмотреться. Использовать ведьма через чутье, чтобы отыскать Дамьела. Да, она была не смертельная, но он истек. Вот там. Где-то здесь еще следы. Мы удержались второе и побежали. Печально. Пустите, пустите. Поговорить с горожанином самое время. Помогите! Да, давай, я собью ему огонь. Вы не можете напасть на эту цель. Арджи сбивает огонь, а мог бы сбить его. Короче, странно. Опять Брокса. Пока не всталай. Давай, я уже добью тебя и будет норм. О, рыжий обрюкся, да? А, так это не Брокса. Это Альп. Да не вставай, ты. О, ты что? Что? С баба-вампирами очень странно драться, правда. Чеснок от вампиров, он же не помогает, разве нет? Так. Да, за-за-за-за-за-за-за-за-за-за отстаньте, летучие мыши. Должен вы угорячу лошадь. то ли у них тоже здоровье какое-то ослабленное то ли что то слишком легко умирают в одиночку этот ублюдок перебил половину моего отряда ну а ты на деталфа собирался выебываться едва не добрался вам надо отступать быстро мне долг перед этим городом ты не поможешь ему если поведешь солдат на убой до меня помнишь наш разговор в дворце повторяю у вас нет никаких шансов ну что вы нас и повесили глаза потупили не хотите драться с вампиром понимаю понимаю отряд раненых перевязать готовиться к выступлению очень хорошо мудрое решение и вот еще что против вампиров используйте исключительно серебро прикажу алхимикам приготовить как можно больше масла от вампиров наносите его на мечи особенно осторожно с альпами и бруксами это те что в облике женщин они умеют исчезать против них помогают бомбы с серебряными опилками или ордз заморозка спасибо ведьмак надеюсь ты стоишь тех денег которые тебе обещала княгиня и принесешь башку сволочи которые все это устроила можешь мне доверять я решу ваши проблемы как пока скажу только что мне нужно сиана ты знаешь вердикт княгини сиана ожидает суда в заточении вердикт я знаю но я с ним не согласен я не могу себе позволить такую роскошь я присягал княгине на верность люди гибнут из-за одного человека если книги не узнает что я тебе помог я пойду на гильотину а я следом за тобой и все таки я хочу рискнуть вижу я зря теряю время подожди когда когда в последний раз видел сианну ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце да что в детскую комнату ты уверен я служу при дворе много лет знаю там каждый угол конечно холера я уверен так что княгиня заточила ее в кукольном домике честно понятия не имею я говорю только то что видел а дальше это уже не мое дело понимаю я все проверю а ты возвращайся в гарнизон лучше по моим следам там пока спокойно окей так знать чтобы он ко мне присоединяется птички пусть триггер встретиться со мной во дворце нам надо пробраться в детскую комнату так и я все еще на развилке спросите урианны где искать скрытого не знаю ну короче делаем пока вот эту ветку потом есть перезагрузки сделаю другую не знаю посмотрим по времени выпуска сколько у меня будет футажей может быть все в один воткнул выпуск может быть разные концовки в разные хотя наверно было бы правильно в разные ну как искал будем посмотреть хозяйство ощущаю что может быть есть такое ощущение что я могу ну слишком рано сохранился вот это альп какой-то очень жесткий намного жестче чем предыдущие ну то есть предыдущие так нити не ты пришелась опуху и она здесь просто бля меня разворота разъёбывают на хорош для тебя может 67 уровень я не помню просто какие были в другие давайте задай баллов умирай ну а вот где спасибо щеки могу интересно я не могу плохо что медитация отключена хотя ласточка восстановилась странно ну ладно допустим окей там кто-то есть но это мне надо слишком высоко подниматься пойдемте пока так не не пойдем а вот здесь то где она это фонтан храм короче налутая кусков вампиров себе от души просто потом могу увариться завариться если там какие-то зелия или масла или отвары там с кожи жопой вампира есть у меня и будет прям в достатке после этого квест о регис уже тут что призвал детская комната за этой дверью как видишь здесь отирался один из моих братьев я позаботился чтобы он нам не мешал ну ты конечно молодец закрыта разумеется регис много не хотелось возиться с дверьми ты не будешь так любезен давай открывай ворота благодарю спасибо к вашим услугам увы глобус да отойди ты хорошим тишина прежде спинят роли басил случае хотя бы может что то есть внутри жалко я уже губение она рассказал скажем чагу все моя так что за крепота деревянная уточка кто-то и оторвал крылья лошадка качалка похоже с ней часто играли красивая мелодия и правда жалко механизм поврежден так ежедневник тетрадь собственность изобель де ракфор придворной гувернантки это записки опекунши сианы и анны генриетты из тех времен когда они были детьми не знаю как нам это поможет но пролистать его разумеется надо все она подарила мне самодельную открытку прелесть с обезглавленными окрывавленными людьми а может и нет я спросила зачем она это нарисовала княжна ответила что это сцена из кошмаров которые снятся и сколько она себя помнит в самом деле сиана каждую ночь просыпается с криком если только не спит в одной постели с анны риеттой кажется девочкам над которыми висело проклятие черного солнца снились кошмарные сны некоторые сходили от них с ума сегодня девочки поссорились должна отметить что вели они себя не как пристало дамам дошло до рукоприкладства первой ударила сестру анна генриетта сиана не осталось в долгу прежде чем я их разняла анна риетта потеряла два молочных зуба она сейчас же побежала жаловаться родителям его княжеская милость не принял на веру моих показаний всю вину возложили на сиану девочка была серьезно наказана о как анна риета пыталась потом смягчить ситуацию на князь и княгине были непреклонны ну да если уж заслужил репутацию паршивые овцы и тяжко от нее потом избавиться с анна риета ее подставляла всю дорогу сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране тысячи сказок мы провели там полдня сперва мы играли с дюймовочкой а потом с румцайсом он необычайно галантен для разбойника начинаю подозревать что изабелла даракфор писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов каннабиса обыкновенного или тсс не перебивай склоняю голову перед достижениями мастера арториуса вика он доказал что в магических арканах ему нет равных погоди погоди арториус был придворным чародеем мастером иллюзий а это означает прегис последний раз прошу не перебивай а то пойдешь в угол девочки сказали что если я захочу выбраться туда одна достаточно открыть книжку страна тысячи сказок и повторить вслух заклинания экспекта лудум книжка как ключ к иллюзия ничего себе это уже интересно я тоже хочу туда сегодня сиану осматривали чародеи присланные капитул не знаю каким выводом они пришли на его княжеская милость явно обеспокоен видимо именно тогда у нее диагностировали синдром черного солнца или навесили ей такой ярлык и вот дальше я спросила князя что ждет княжну он не ответил интересно сегодня занималась с девочками нельфга артским все она очень старалась хотя она с трудом запоминает новые слова княжна она риэта демонстрирует большие способности но более склонна к проказу когда она думала что я не слышу то сказала в мой адрес блюдо хой они сианой смеялись ловить голос блюдо это ёбаный или ёбаная ахуэль в звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место которым спина утрачивает свое благородное название жопа 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 знаю это звучит неправдоподобно но может анна генриетта заточилась и она в этой иллюзии может там она была бы в безопасности и в заперти давай проверим ну давай только здесь еще что-то было вот ну конечно серебряный перстень сапфиров игрушечная посуда чая все смотрю что там должно быть кроме пыли которую туда замела винивая горничная согласен закрыта не хочешь просочиться в шкаф как хочешь мы полетели ключик спрятан за рамой так это она геральт ну открой ты книжку экспекта людум так я буду драться с единорогами или лидерс рядис страна тысячи сказок невероятно посмотрим куда ведет эта дорога желтая вольпер тингер что глаз не холен исходит с ума вся эта страна иллюзия на настолько мощная что и нельзя рассеять я могу зайца убить или нет так сырое мясо такое сырое мясо если я в иллюзии так оно меня должно я хер знает лечить не пойму не туда ну вроде когда чё блять не можете не можете ну ладно не будут ага держись но сейчас прикольно слишком много правда грибов подозрительных типа мухоморы там поганочки все это может стоить я круга дал да я правильно понимаю я бежал все время не туда у меня короче джипс сходит с ума я могу понять правильно бегу или нет они все нормально выпусти его что за пипец что за пипец А это кто? Заблудившийся путник? Не место тебе тут, миленький Старый ты, бледный, худой Но да не бойся Добавлю маслица, травочек Славный выйдет гуляш Можете втащить, бабка? Злая ведьма В смысле, какой я травы испугался? Блядь, нет, нет, да, я испугался Я не хочу драться с альхи-спорами Блядь, за что? Бабка, блядь Да я уж поберегусь как-нибудь Бабка вожица из арбалета сбить, блядь Пузырь, твой вопрос О! В смысле? Не надо выжидать, когда она решит меня облить и сбивать ее тогда О, 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 блядь, бабка Ебать, там метла нет Там метелка меня О, ну что, когда я уже Там метла меня наваливала, вы видели? Покажи, что умеешь Бабан, пантера Из желтая, короче Из желтого подозрительного варева Ну я же попал Ну и опять попал Хотя я ее там четко одобазил, конечно Блядь Ну вы его, давай Ха-ха-ха, блядь Малдусь, блядь Берегись Натихо, блядь Вот же ты, животное пипец на такой песочке меня избежала своей жалкой участие ну а еще ой да ты играешь что-ли ой тут это походу за скриптовала то что видите она сначала вызвала как историю отдельно а теперь потом кошку а потом учился мы сейчас я разберу их не дадут ее возможность добиться хотя обидно что я один удар конечно не сделать не успел ну тубе пизда с метлой блять буду драться отдельно серьезно очень странно что это было максимально странно послушай я откуда взялось оружие от сказочного принца ему она больше не нужно а вот он спасибо если бы не вы и жарила бы меня сиана это ты петербелл сколько лет джек пришла поиграть да нет мне нужны только бабы можешь так какие еще бабы не перебивай будь любезен ну джек день прости но но у меня их нет ой что-то ты умеешь может все-таки сыграем какую-нибудь нашу игру как раньше а например скручен связан по полу скачет ты же не забыл и я говорю правду клянусь она риета велел их закопать в разных местах чтобы ты не могла отсюда выйти где понятия не имею но лоська тот что с волками он должен знать он всегда сует нос не в свои дела хорошо если а если нет я тебя найду и мы еще поговорим понял а теперь проваливай а может он риета и не подставлял ее так что ты здесь делаешь но не утраченное детство понимаешь меня забрали в каер морхен совсем маленьким мальчиком а там уже не играми игрушек но как ты думаешь зачем я мог сюда прийти все дело в детстве он пытается заставить анну генрету выпустить тебя и натравил на баклер чудовищ да в этом весь детство но ты же ко мне не новостями пришел делиться правда так что давай разве не очевидно я предлагаю союз нам обоим важно чтобы ты отсюда выбралась тебе потому что ты хочешь выйти на свободу мне потому что когда ты встретишься с дэтлофом кончится резня в городе сперва ты меня разоблачаешь из-за тебя я попадаю в тюрьму а теперь приходишь ко мне с просьбой надо же какие номера откалывает жизнь хорош вернитесь посоветовала тебе пойти в жопу ты говоришь что гибнут случайные люди это не по плану дэтлоф должен был убивать только тех кто провинился и никого больше ладно будь по-твоему ведьмак я принимаю твое предложение договорились вот это хочу узнать раз уж ты об этом вспомнила в чем провинились рыцари которых убил дэтлоф крис пи дюлак лакруа пера пера не хочу я это вспоминать ну да ладно пожалуй тебе это стоит знать когда родители от меня отреклись этим рыцарем поручили сопроводить меня за границы княжества они исполнили поручение не сказав ни слова в мою защиту ты же знаешь у них был приказ но у крис пи не было приказа бить меня на гайкой до потери сознания после первой попытки побега а дюлаку не поручали морить меня голодом и унижать одно я тогда выучила рыцари ведут себя не по-рыцарски когда на них никто не смотрит но это ожидаемо это многое объясняет ты удивлен правда наверное ты решил что все понял еще до того как услышал мою версию событий да все так делать ну не то чтобы тебя изгнали из-за проклятия черного солнца верно да порченые княжны мутантки ты наверняка нас слышал еще бы одну даже встречал ренфри из крейдона и что скажи она правда была чудовищем она была жестокая но почему из-за проклятья или из-за того что пришлось пережить сложно сказать ты ее убил у меня не было другого выхода забавно то же самое сказала мать когда вышвырнула меня из дома ну иногда действительно не бывает выход расскажи мне побольше об этом месте это же иллюзия так это творение арториуса вига здесь мы с анной генриетты разыгрывали сценки из любимых сказок не похоже чтобы та ведьма собиралась играть это магическая энтропия если заклинание не поддерживать она становится не управляем она генриета выбрала опасное место для твоего заточения внешность обманчива герои сказок на меня не нападут если я сама их не спровоцирую но вот ты ты здесь чужой так что лучше держи ухо востро так может объяснишь что там с этими бабами объясню не волнуйся только вооружись терпением из этой страны есть два выхода один из них моя любимая сестричка заблокировала когда заперла меня здесь а путь к другому который вон там в облаках здорово усложнила спрятав бобы я все еще не понимаю не торопись этот мальчик это был джек из джек и бобового стебля ты помнишь такого помню он влез по гигантскому стеблю к спрятанному в облаках замку великана мы сделаем тоже когда узнаем куда анриета дело бобы всего их три красный голубой и желтый а из одного значит стебель не вырастет нет все должно быть точно как сказки ну пойдем поищем оську может он и правда сумеет нам помочь а ты иди первым спасибо как добра оси все время крутился на поляне у подножия горы это недалеко отсюда пройдешь домик ведьмы и сразу направо нет времени на болтовни нам надо найти оську нет времени на был так нам надо найти оську почему у меня здесь живой враг на карте очень странно а внутри можно зайти нельзя ладно побежали тогда так что сапога же происходит в городе льется кровь так что нам надо сейчас 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 подождите ну хоть так успокойся в стране сказок время течет иначе мы можем неделю просидеть а снаружи пройдет пара минут ты булками шевелить своими собираешься и или ты здесь будешь стоять не могу не пойму ну давай помню по я когда-то хвалил ведьмака что здесь он пациенту бегать в миссиях сопровождения но охуны смысли лошадь не такие как я жду там лошадь сверху стояла не слишком симпатичные эти гномы на полношу я по идее иду щас к лошадь его о единороге поймаем их и тогда не придется таскаться пешком чур мой розовый плотва классное чувство напоминает мне о детстве у меня даже единороге плотва ладно расскажи как ты пёхал соседних короче нет тут совсем нет волков вообще все в порядке со мной все нормально это он очка да да я слезу бля просто буквально два метра бля дали проехать за тихо все на бля шутевая фух меня она пыталась уничтожить похоже все уже кончилось вон там еще один волк сзади не волнуйся он всегда врет понятно так это тот самый мальчик который кричал волки пока люди не перестали ему верить да слушай малыш джек говорил будто ты знаешь что случилось с его тремя бабами ничего я не знаю а вы лучше глядите вон там волки интересный выйдет разговор ну ладно начнем ты уверен что ничего не знаешь про желтый боб он где-то очень ну просто очень глубоко почти что совсем под землей и у кого он у лысого батрака который совсем ну просто совсем никого не ждет вообще на помощь волки ты наверняка не слышал что случилось с голубым бобом не словечко верно я слышу кажется он лежит в открытом поле просто так никто его не стережет никто три раза никто на помощь волки допустим на минуту что ты все же знаешь что случилось с красным бобом где бы он мог быть его наверняка никто не проглатил нет 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 разумеется но если бы кто бы это мог быть никто который его не проглотил человек самый человеческий человек во всей стране сказок люди еще одно слово о волках и я порублю тебя на кусочки и скормлю рыбам ты понял ну ладно нам пора берегитесь волков ну руби его чё ты трудный собеседник разве просто помню что мальчик всегда врет точнее он говорит противоположное ну да я помню да так куда мы сейчас точно не знаю просто навестим остальные сказки хотя бы самые важные может тогда разберемся в указаниях оске их не очень то и много значит так красная шапочка три поросенка потом златовласка три медведя еще рапунцель и девочка со спичками ну ладно за дело ну за дело мы возьмемся в следующем выпуске а этот заканчиваем спасибо большое что досмотрели до конца спасибо большущую культу горячих пирожков на бусте за поддержку и особенно совету верховных жрецов Алексею Дронову Аксалоту Люни Карманту Медиву Миллайт Самураю и Джонни подписывайтесь на мои каналы и соцсети с вами был Старпер всем счастливо и с вами был Игорь Негода и с вами был Игорь Негода